Ну что, всем привет! Не пугайтесь моего лица. И вроде бы я всегда крашусь не очень-то и сильно, но отличия между тем, как я накрашена и тем, как я не накрашена, они как бы очень сильно заметны. И это нормально, потому что мы девушки. Первое. Я поняла, что я вам очень стала редко снимать косметического плана видео. Второе. Слишком редко снимаю вам видео разговорного плана. И третье. Я, как всегда, не следую трендам и снимаю только тогда, когда уже данное название видео вышло из топа. Но мне почему-то захотелось снять на него видео, как заставить всех думать, что ты красивая. Да, в принципе, девушки этим и занимаются, и это нормально. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что я такая же, как и вы. Никто не идеальный. Все мы хотим стать лучше. В инстаграме вы можете видеть суперклассные картинки, и у вас может после этого быть такое, знаете, ощущение, что вы просто ужасно выглядите. Или вы можете видеть идеальных девушек, звезд обложек, но вы не знаете, что скрывается под их косметикой, что скрывается под этим фото, что нужно было сделать, чтобы сделать это фото. Поэтому я в такой вот домашней атмосфере решила вам показать свой новый уход за лицом. Вставайтесь со мной и поехали. Первое, с чего мы начнем, это гидротоник. Я начала им пользоваться где-то месяца три назад. Я просто очищаю свое лицо, даже если оно чистое, и вам кажется, что оно чистое, то не факт, что оно чистое. Просто прохожу по всему лицу спонжиком. Тоник мне нравится вкусом, дизайном, и в принципе, я считаю, что, конечно, они в принципе похожи. Все-все-все, о чем я буду говорить, вы можете купить по ссылке в описании. Если у меня вот есть вот такие вот покрасения, я до этого еще делаю маску. Серьезно, на следующий день после нее воспаление становится намного меньше, и кожа становится очень бархатистой. После этого я наношу мультивитаминную сыворотку мгновенного действия. Кстати, я вам про нее рассказывала еще очень-очень давно, она такая розовенькая, классная. Купила себе новую, я просто сейчас пока не открываю ее, потому что у меня где-то моя лежит, но я не могу ее найти. В этом случае, если я... Ну вот это очень крутая, то есть это мой топ, потому что после нее кожа становится, ну, нереально крутой, бархатистой, и макияж лучше ложится. В общем, всем советую, я открыла для себя ее год назад, и вот до сих пор пользуюсь. Если я не могу найти свою сыворотку, то я пользуюсь вот этой. Вы знаете, это нашумевшая сыворотка от Рише. Раньше вообще мне такого не нравилось, потому что это масла, и мне казалось, что они у меня будут жирную кожу делать. Но если чуть-чуть наносить, да, если вам не сразу на улице выходить после этого, то вообще круто. Но так как наносить макияж мне нужно будет практически сразу после базы, я не буду сейчас пользоваться такими средствами. Я использую супер бюджетное средство. Крем от чистой линии, вы понимаете, да? Он очень и очень недорогой. Не знаю, честно, очень надеюсь, что у него хороший состав, но мне просто нравится его именно под макияж накладывать на свое лицо очень-очень тонким слоем, потому что он быстро впитывается и очень вкусно пахнет. Да, возможно кожа сейчас кажется красной, типа, ну, конечно, мы ее сейчас растираем. После этого я сразу перехожу к тону. Долгое время пользовалась вот этим BB кремом от Kika, но так как сейчас не лето, а он у меня в темном оттенке, я купила себе новый, просто зашла в магазин, спросила, какой хороший. Я, мне многие советовали у меня, CC крем, я не знаю, честно, чем отличается CC от BB. CC от BB. Просто я поняла, что он легкий, он как крем, а мне это очень важно, чтобы он был не с жирным слоем ложился на мое лицо, и мне очень-очень нравится. Но все-таки жирность на лице остается, как после крема, он не полностью впитывается, поэтому мне приходится припудриваться, вот. И я буквально вчера купила себе пудру клевую, но вот сегодня будем ее, кстати, с вами тестировать. Я еще не пробовала. Кисточка у меня от NYX, это ребята мне отсылали, я просто наношу на кисть, естественно, предварительно ее помыть. Сразу, конечно, хочу за мной скрывать вот этот прыщик. Я стараюсь небольшими зонами закрашивать. Мне почему-то кажется, что так выглядит более естественно, что ли, и как будто бы незаметно. То есть, вот серьезно, вы давайте я вам сейчас накрашу одну сторону, и вы заметите, какая большая разница без BB-крема и с BB-кремом. Вы просто офигеете, серьезно. Но вы просто можете видеть разницу от того, каким становится тон кожи, причем незаметно. Это я просто легким слоем как крем нанесла. Вроде бы ничего, а разница уже такая как бы колоссальная, видите. У меня только одна основная фишка, которая мне не нравится в моем лице, это покраснение. Но покраснение, мне не нужно прям их сильно замазать, мне просто их нужно приглушить. Вы сейчас можете заметить, видите, на моем лице появился какой-то такой легкий блеск, вот его я не очень люблю. В течение дня он будет немножко вот таким вот жирненьким, поэтому с собой я всегда теперь буду брать пудру. До этого у меня была минеральная косметика, я про него вам говорила, она была идеальная. Но мне лень заказывать, ждать доставку я не могу вообще, я не терпеливый человек, я уже об этом сто раз говорила. Поэтому я себе просто взяла как раз-таки вчера в NL Store вышел новый тональник, пудры, румяна, и я такая думаю, о, это знак, я возьму. Теперь вы можете понимать, почему я говорю, что я особо сильно не крашу, потому что мне максимум того, чтобы чувствовать себя комфортно, я не говорю, чтобы чувствовать себя суперпринцессой, мне нужно всего лишь брови, ресницы, ресницы у меня есть, довольна своим мастером по ресницам, у меня сейчас будет много-много ссылок внизу, но это видео вообще не спонсировано, то есть нет рекламы, это все вещи, которые я вам рекомендую, мне реально очень нравится мастер, который делает мне ресницы. Любую форму, которую мы с ней на мнении тестируем, она смотрится шикарно, потому что она знает, что мне подобрать. Ладно, продолжим. В общем, сегодня будем тестировать новую пудру. Пудра в моей косметичке, это, наверное, не ю вообще что-то такое, потому что я таким не люблю пользоваться. Ну, пудра, вы знаете, подчеркивает шелушение, но, честно, меня очень сильно купило то, что они написали о пудре. Я не знаю, написать можно многое, но смысл им брать, это же все официально подтверждается, поэтому нет смысла брать. В ней содержится гиалуроновая кислота, не сушит кожу, вот это для меня было важно, не сушит кожу, не закупоривает поры, подходит для всех типов кожи, включая чувствительную. У меня, наверное, чувствительная кожа, поэтому буду тестировать. Наносить я буду своей любимой кисточкой от Real Techniques. Да, здесь есть спонж, но я не буду им наносить, потому что, наверное, это будет слишком и слишком заметно. Нам же нужен такой эффект не именно тона, нам нужно просто убрать жирность кожи, да? Да, 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 слушайте, мне нравится. Вот кисточкой реально идеально наносить. Вот видите, здесь сторона жирная, вот где основная, на носу, смотрите. Не знаю, вам видно, камера, конечно, не смотрится, нет, видно на камере тоже. Очень круто. Она у меня в оттенке 205, была еще светлее. Я еще протестирую, похожу в ней. Самое-то главное, чтобы она в течение дня также нормально держалась, поэтому потом вам, не знаю, в дальнейшем уже расскажу свои впечатления от носки. Нам понадобится скошенная кисть. Это палетка теней от Kiko. И здесь я пользуюсь только вот этим оттенком для бровей. Просто беру, подвожу вот так вот линию тымчатую от середины виду. Видите, линия получается тоже четкой, но уже не такой яркой, как снизу. После этого движениями вверх я прорисовываю наше начало брови. Вот уже можно видеть, как одна бровь отличается от другой. Честно сказать, на этом, если, ну, вообще останавливаться на натуральном макияже и на моем каждодневном макияже, это максимум моего ежедневного макияжа. Все. Сегодня я хочу сделать больше акцент на губах. Ну и, как вы можете понять, мой фаворит Ева Мозаик карандаш в оттенке флирт. Он очень давно у меня уже в фаворитах, около года, наверное, или даже двух лет. Но давайте добавим какой-то изюминки. Да, я не бьюти-блогер, и об этом я всегда говорю, но сегодня у нас будет даже новинка. Мы добавим... Нет, это не тот. Я свои обещания выполняю. Я вам говорила, что я попробую нанести блеск от Миксит себе на губы, на тон, и посмотрим, как это будет выглядеть. Помните, я раньше говорила, что мне вообще не нравится на своих губах что-то, кроме матового? Так вот, недавно я поняла, что я хочу что-то такое. И, кстати, на карандаш выглядит лучше. Вот так вот тоже прикольно. Сейчас мне нравится. Добавим немножко скульптора. Немножко. Прям я проживаю такие маленькие линии. Так, так. Растушевывать мне вообще, говорю, вверх. Я растушевываю вниз, молодец. Так. Мне кажется, что это сильно много. Очень много. Как будто я, не знаю, сейчас на бал пойду какой-то. Я думаю, что, конечно, отличия есть, и с таким лицом я чувствую себя увереннее. Но есть люди, которые вообще не могут без макияжа, и я не могу, я уже говорила, без бровей и без тона. Все равно, какое-то чувство, когда я иду по улице, мне кажется, что меня сейчас все увидят, такие, фу-у-у, это уже, конечно, псики полные. Я желаю вам всем любить себя такими, какие вы есть. Не поддаваться каким-то стандартам по внешности Да, я тоже много чего делаю Хотя раньше не делала Но все-таки стараюсь оставлять свою индивидуальность Вот, чего я вам желаю Надеюсь, что видео вам понравилось Я вас всех очень-очень сильно люблю Отлично, и видео сняла, и накрасила, чтобы идти уже на улицу Всем хорошего дня, всех люблю, целую Подписывайтесь на мой канал Пальцы вверх, колокольчик, комментарий И все А дальше сейчас будут видео, которые вы можете посмотреть как же Я знаю, вы будете смотреть С вами была Вики Субтитры сделал DimaTorzok